Кофе с пола. Для кого он? А откуда такой вопрос появился? А вот с этого листочка. Кьюгрейдеров что-то путают с теми, кто именно дескрипторы разбирает. Это немного другое. У вас есть какой-то скрытый чат? Ну, мы же не все кто. Всем привет! Вы смотрите Будни обжарщика. Сегодня мы в гостях в компании Кофе Макс Грин. И общаться мы будем с Валентином Зайцевым. Он действующий кьюгрейдер. Мы узнаем, кто эти люди, за что отвечают, чем занимаются. И в принципе узнаем кофейный путь Валентина. Первый вопрос традиционный. Расскажи, как ты связался с кофе? Что случилось в твоей жизни, что ты попал в кофейную индустрию? Это очень случайное событие было. Меня отдали как на обжарку. Твой паспорт у тебя находится? Ты, если что, там под столом как-то простучи ногой. Мы с кофе вообще никак не были связаны. Была просто кофейня, в которой нам нравилось ходить, пить кофе. Там или здесь? В Донецке, да. И когда мы переехали в Киев, переехал один из собственников и открыл обжарку здесь. И меня туда просто отправили. Как в помощь, как для развития своего. Ну, вот какое-то время я поработал там. Плюс-минус понял, как кофе выглядит визуально. Вьетнам и Сантос, да? Как, в принципе, он там выглядит, обжарка, процесс ее. И потом уже через эти полгода Максим все-таки привез первый кофе. Основали компанию летом, в августе, насколько я помню. А тогда где вы кофе брали на обжарку? Я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, это был... Приезжала машина. Да, приезжала машина, как у всех, да. Я по факту только фасовал тогда. И все, я перешел к Максиму. Мы работали из дому. Ну, то есть, был склад, был условно офис дома, да. Ты перешел в кофе Макс на какую должность? Или был директор и сотрудник, который там, в принципе, закрывал остальные все вопросы? Да, скажем так, был директор Максим, был Сергей, которого взяли для продаж. Ну, и все, по факту. Вся компания. Меня взяли, ну, помогать хоть чем-то развивать. По максимуму, что можно было. Потому что поле непаханное было. Когда объявили о курсах, было на самом деле интересно мне, как человеку, работавшему на обжарке, все-таки понять, как правильно кофе жарить. Что это за курсы? Чему ты там научился? Где это было? Сколько это стоит? Кто за них платил? Платила компания. Не я. Курсы проводил Фэр Финч, еще тогда Пономарев. На Подоле, да? Да, на Подоле. Это вроде бы было 6 дней, насколько я помню. Там было разбито на 2 курса. То есть не надо было куда-то там уезжать за границу? Нет. Приезжал Пол Сонгер. Курсы не дешевые, насколько я помню, были. То ли 2 тысячи, не гривен. Ну, на самом деле... В принципе, плюс-минус, как бы, учитывая, что это 6 дней. Ну, и курсы такие плотные были, да. Ну, и такого, как бы, нигде эту информацию не возьмешь в открытых источниках. Да, это было... Оно это того стоило, на самом деле. Чему там обучали? Во-первых, там не давали как-то в точных инструкциях, давали инструменты, как с ними работать. Теория, практика и там уже профессиональные знания по химии и физике, условно там обжарочные, да. Но, опять же, всю информацию трудно было впитать сразу за 6 дней. И оно постепенно потом доходило еще. И мы решили заказать сэмпл-ростер все-таки, потому что нам, как пусточку, надо понимать, что мы продаем. Что, мы заказали первый сэмпл, пробот. Ждали мы его еще полгода. Ложечка идет в комплекте, пробатовская такая? У них, они ложат или ложечку длинную, но у нас не шла почему-то, или, ну, обычный этот, пробный. Загрузка сколько там у него? Можно и 30 грамм, и 150. Нормально жует он. В основном, айкавы работают, потому что они быстрее нагревают, ну, их не надо прогревать. У них, этот, производительность выше. Они больше позиций успевают пожарить, чем пробот. Пробот качественнее просто. За это время я как раз прошел курсы QGrader, то есть, после того, как я сразу приезжаю с курсов, приезжает пробот. Расскажи про курсы QGrader. Ты их окончил после обжарки. Где это было? Я знаю, насколько мне известно, ты где-то в США или в Польшу куда-то летал. Да, в Москве. В Москве? Да. Ну, учитывая, что я с английским не очень дружу до сих пор, то курсы как раз они появились в Москве, на русском, с переводом. Курсы я с первой попытки не сдал, как ни странно, завалил тесты. Их нельзя было пересдать сразу. Там все экзамены можно было пересдать, кроме тестов. И тесты только через год можно было. Через год я приехал, пересдал уже нормально, но это как раз то, что не хватало знаний. Знания, статистика, там опять же все вопросы связаны со всей сферой. Не только обжарка или зеленка. Биржа идет туда, туда идет статистика кофейная. Все. Сколько времени длятся эти курсы? Сколько это стоит? Курсы тоже около двух тысяч долларов. Точно не помню. Может больше, может меньше. Просто уже давно было. Они сейчас плюс-минус в такую же цену. Но у нас было три дня подготовительных и три дня экзаменов. По факту там можно сразу экзамены сдавать. Три дня. Если ты все знаешь, все умеешь, готов. Платишь две тысячи долларов, сдаешь, получаешь. Но нас готовили, получается, то, что я заметил, кьюгрейдеров что-то путают с теми, кто именно дескрипторы разбирает. Это немного другое. Кьюгрейдеры именно качество. Каждого пунктика могут отследить, понять, расписать. Но не дескрипторы, которые заложены. Кап-тестеры, да? Да, вот кап-тестеры, это по дискрип... Ну, опять же, они тоже там частично определяют больше качества. То есть я так понимаю, что кьюгрейдер, он должен быть еще хорошим кап-тестером. А к кап-тестеру не обязательно там как бы разбираться. Кап-тестер должен быть на каждой обжарке. Кьюгрейдер должен быть в компании, которая занимается импортом зеленого зерна. Ну, в идеале, да. Потому что в обжарочной компании, ну, к примеру, кьюгрейдерам можно, чтобы в штате было, но зачем? Дескрипторы, на самом деле, это все память. То есть пока она не наработана, и дескрипторов не будет никаких. Скажи, кьюгрейдер после окончания курса получает лицензию, диплом, сертификат. Это пожизненно, или это нужно постоянно каждое какое-то время там проходить переквалификацию, подтверждать ее? Каждые три года нужно проходить калибровку. Ну, калибровка проводится для того, чтобы... Не уйти с дороги. Да, не уйти с дороги, если кратко. Потому что многие иногда там завышают, занижают, и в итоге средняя по миру гуляет сильно. Но калибровка как раз это плюс-минус выравнивается. Потому что контингент собирается разный, со всех уголков в основном. И не все проходят, к сожалению, оказывается. Но я, кстати, уже пересдавал в прошлом году, слава богу, успел. А зачем пересдавать? Ну, калиброваться. Ты работаешь в компании. Ты, в принципе, получил базу знаний и сертификат. Пускай он там через какое-то время... Через какое время надо пересдавать? Три года. Вот три года прошло, пусть он уже там недействительный. Но плюс-минус ты уже свою работу выполняешь, и ты разбираешься о продукте. Прокалиброваться можно как-то, я не знаю, там и без поездок куда-то. Условно подтверждение твоего навыка, твоего статуса. Ну, оно должно быть в любом случае. Сколько Q-рейдеров в Украине? Сколько вас? Именно в Украине? Именно в Украине. Потому что Димас Лукин вроде не живет в Украине. Нет, именно в Украине. Ну, Настя Миколюк, Светлана Ивахова, я и вроде бы... А, нет, еще Вока, Валентин тоже. Четверо, получается, в Украине и один за рубежом, да? Какому быть в таком маленьком круге людей? У вас есть какой-то скрытый чат? Нету. Привет, коллеги там, типа. Вообще не это. Ну, мы же не все кто. Мы все никак не называем по факту. Избранные. На самом деле это просто тренировка мозга. Тебя тренировывают, и ты этим пользуешься, этими навыками. Это не прирожденно, это ничего сверхъестественного. Скажи, любому человеку можно научиться? Любому. Если не дано, то вот не дано. Любому можно. Хоть как-то там есть супер-тестеры, оказывается, нам об этом рассказывали. И люди, которые там чувствительны со всем. Такие у Макс. А? Или Макс супер-грейбер. Наверное. Ну, что она дает, я не знаю. По факту. Если ты... Ну, шоу-таланты можно пойти. Можно, да. Выступить. То, что ты слышишь, то, что не слышат другие, это только тебе нужно. По факту и все. И некому проверить. Потому что никто не слышит больше. Что еще? Это, знаешь, как есть такие случаи, как вот на пачках пишут там дескрипторы, там клубника, там еще какой-то там вкус. Клиент звонит и говорит, типа, я вот... У нас был случай, когда клиентка звонила, говорит, у вас написано на пачке шоколад, но я его не ощутила. Или я его не нашла физически. То ли забыли положить тогда, то ли как. Говорит, ну мы объясняем, что это, в принципе, как бы описание вкуса на уровне там кап-тестера. Ну, не обязательно, что вот так вот сходу вы найдете эти вкусы. Не, ну есть кофе, в котором четко слышно какие-то определенные дескрипторы, но где-то это просто размазано. Или они смешиваются с другими. Когда кофе сложный, там много дескрипторов, их пока разложишь, там голова кругом пойдет. А тем более, когда ты открываешь пачку, у тебя там 10 дескрипторов, ну, как конечный потребитель, и он этого не слышит, это нормально. Скажи, если кьюгрейдер завышает или занижает баллы, он несет какое-то ответственность за это? А какой смысл занижать или завышать? Ну, я не знаю, там, приехал какой-то кофе, там, припустим, там, ну, чтобы лучшее покупали, там, можно поставить, там, не 85, а, там, 87. Ну, оценка, на самом деле, формируется же из многих параметров. То есть, ты когда оцениваешь зерно, ты не фокусируешься, что там нужно завысить или занизить, ты ее просто объективно по своим ощущениям оцениваешь. Да, там можно завысить или занизить, если кофе на столе сильно разного качества есть, но это если у тебя там на столе появляется любимчик, ну, это у многих такое, я знаю, было или есть, и тогда его завышают. Ну, если ты объективно там фокусируешься на определенном лоте, то ты не можешь занизить или занизить. Ну, в любом случае, это математика, то есть, этот балл появляется, это сумма разных, там, оценок за каждый, там, момент. Ну, ты понимая, как потом в итоге получится этот балл, ты можешь на каком-то моменте чуть-чуть, ну, не ты, а, в принципе, подтянуть. Ну, там есть параметр, как общее впечатление, и в основном он регулирует, но, опять же, он не выходит за рамки самой низкой или самой высокой оценки из предыдущих там пунктов. Он в диапазоне должен быть. То есть, нету такого, что, там, кофе везде по 7 баллов, а твоя личная 9 будет. Такого не может быть. Скажи, да. Ну, для этого, в принципе, и калибруется, ну, калибруют на Q-грейдинге, чтобы плюс-минус одинаковая оценка обозначала именно качество зерна. Ну, то есть, 8 для кислотности, это не знает, что она там будет противной. Это оценка хорошей кислотности, скажем так. Не сверх, там, какой-то необычной, но просто хорошей. Если обжарщики переносят балл зелёного зерна на пачку на уже обжаренный кофе, как ты к этому относишься? Не очень. Почему? Ну, это неправильно, потому что мы оцениваем свою обжарку, которая светлее намного или, наоборот, там, быстрее. Ну, свой профиль, условно, оцениваем. Мы оцениваем весь кофе в одинаковых условиях, чтобы он, там, весь, условно, одинаковый, только характеристики отличались. Не было привязки ни к обжарке, ни к профилю. Поэтому, когда обжарщик пишет, у обжарщика всё равно свой профиль есть, своё оборудование, которое, там, даёт какие-то нюансы, даже дескриптор может новый добавить. И очень сильно на балл это влияет, в любом случае. Да, но клиенту интересно узнать, из какого сырья получился вот готовый продукт. Если ты приходишь в какой-то стейк-хаус, и тебе говорят, что этот стейк, который у тебя в тарелке, он, там, с какого-то, там, аргентинского быка, которого, там, делали, ну, там, баллов, может, нет, но, которому, там, делали массаж и поили его пивом и вином. И на бирже, там, какой-то, там, стейк, там, продавали, там, по каких-то, там, миллион долларов за килограмм. И вот он, у тебя тоже интересно, как бы. Это как с Ямайкой получается. Ну, как раз, да. История красивая, а на выходе ничего интересного. Ну, тогда уже, это уже вопрос к обжарщику, если он имеет такой продукт, ну, вот. Ну, гейшу обычно трудно испортить, но, тем не менее, оценка в каппинге, она, в любом случае, будет отличаться от того, что в пачке будет. И, ну, в идеале, конечному потребителю финальный результат выдавать, чтобы его ожидания все-таки хоть с чем-то реально были. Вопрос к тебе, как кьюгрейдеру, по поводу курсов различных. Сейчас я вижу просто в интернете, что другие кьюгрейдеры проводят, там, онлайн разные калибровки, обжаривают какие-то дефекты обжарки, там, рассылают пакеты, наборы, еще какие-то варианты. Потом это все, там, подключаются все, одновременно проводят какие-то обучения, курсы. У тебя есть что-то такое? Ты, может, планируешь? У меня на это времени явно не хватает. Кусок хлеба, на самом деле, как я понимаю. Потому что, ну, как бы, аналогов в Украине мало, где можно пойти и получиться, вот, реально разбираться хорошо в кофе. Обжарщика сейчас очень много. Я, во-первых, скорее всего, что не буду этим явно заниматься. Мне неинтересно. И нету времени и сил. Немного другое у меня все-таки в приоритетах стоит. Но, мне кажется, это, на самом деле, полезно для рынка. Как минимум, многие начинают прокачиваться. Я, насколько помню, у Насти Миколюк курс онлайн, где она свой образец расписывает и все участники тоже оценивают по бланку и свои баллы там прописывают. И все плюс-минус хоть как-то калибруются. Ну, на самом деле, я вот слышал обратную связь от людей, которые участвовали. Им интересно было сравнить свои результаты с референсом, скажем так. Ну, и они понимают, где они не дотягивают или перетягивают, к примеру. Поэтому, да, я считаю, это полезно для рынка все-таки. А давай поговорим про именно часть каптестинга в этой профессии. Как нужно себя, не знаю, рецепты беречь? Можно ли, не знаю, неправильно питаясь, имея какие-то вредные привычки, потерять дар этот? Ты как-то бережешься в этом? Есть какая-то особая диета, которую ты там… Нет, вообще не парень. Пастой зубы не чинят, только там какой-то… Единственное, что страшно, это обжечь язык с утра чаем или кофе. Ну, это проходит. Это проходит, ну, когда ты понимаешь, что у тебя за день 4 капинга, как минимум, то это немного тяжело. Тебе коронавирус пугает это? Я уже переболел, так что нет. Ну, потеря вкуса, запах. Нет, у меня была потеря обоняния, в чем она заключалась. Я вспоминаю. Аромат ты вообще не слышал. Слышал вкусы базовые только. Очень сильно соленый и кислый, мне кажется. А, нет, соленый и сладкий, даже так было. Но вкусы выровнялись, вернулась ароматика. Но, опять же, я по аромату все равно не все сейчас слышу. Но это не мешает даже. Даже так. Да, у меня там в сравнении с играми балл за ароматику всегда ниже. Но, тем не менее, сама оценка по кофе идет нормально. Дескрипторы все это, даже у нас дескрипторы совпадают по вкусу. Так что... А Кьюгрейдер может участвовать в чемпионатах по каптестингу? Может, почему нет. Или это как бы не совсем честно? По отношению к другим участвам? Ну, не знаю, может, вы избранные, у вас диплом, вы там с детьми не играетесь. Не, ну это да. Ну, у тебя были вообще в планах? Нет, у меня в планах не было. Ты же постоянно как бы с этим работаешь. Каждый день карты. Я постоянно, да. Есть очень большие шансы прийти и принести потом компанию кубок, сказать, вот, повысили зарплату. На каптестинге немного другой подход, насколько я помню. Это не просто там, ты оцениваешь пункты. С одной стороны, да, ты оцениваешь там кислот, кислоты, которые находишь, степень обжарку, тело, там, какие-то дескрипторы ищешь в каптестинге. Навыки этого, кьюгрейдера, в принципе, могут помочь, но все равно ты перефокусировку делаешь на другие критерии. Поэтому трудно сказать, на самом деле, что я выиграл бы, к примеру. Тренировка именно на кофе – это одно, а тренировка уже, там, за гантелями – это другое. А вот это что за машинка? Это кофе-тек, он от 100 грамм до 2 килограмм. Мы выбрали, как, типа, лабораторный клиент, там, как доп. услуга, там, чтобы килограмм можно было помочь пожарить, такого плана объема. На нем можно жарить типа 300 грамм, мы и на чемпионаты жарили на нем, и на эти, на каптестинге жарили. Ну, в этом плане он удобный. Алина Витринка, я ей по 100 грамм жарил кофе на нем, на чемпионат. Он справляется со всем. Ну, у него есть тритены, которые отдельно там включаются. У него не аэрофлоу, а этой улиткой регулируется выдув. Перфорированный барабан тонкий, то есть он не инерционный. И обороты барабана. Ну, можно все, что угодно с ним сделать, по факту. Ну, любой профиль. Кофе, который заезжает в Украину, он уже с оценкой QGADER, который там? Не, мы там никому не доверяем. Потому что очень часто то, что приезжает оттуда, неизвестно, когда оно последний раз оценивалось. То есть кофе, который, к примеру, Эфиопия, которая приехала в конце года, и была оценена еще в Эфиопии. У нее оценка может на 10 баллов упасть. И не проверив, ты можешь попасть сильно. Ну, потому что цена там не обязательно, что будет скидочная. Как вы проверяете? Вам присылают какие-то образцы? Мы всегда образцы запрашиваем. Если образец не совпадет с партией? Мы пишем претензии, мы опускаем цену, мы по максимуму делаем то, чему их зерно соответствует. Просто, ну да, экспорт обратно, это нелогичен на самом деле. Поэтому мы ищем другие варианты просто. Мы не продаем его как спеш на 75 баллов, к примеру. Если к тебе обратится какая-то компания с просьбой оценить кофе, сколько это стоит? Ну, я не говорю именно конкретно про тебя, а в принципе, если к какому-то независимому эксперту обращаются... То, что слышал, скажем так. В Европе это достаточно дорого, полторы тысячи долларов. За один? Да, но это в основном... Типа сербать. Да. При том, что курсы стоят двушку, ты потом на каждом лоте поплатруешь. Это условно, чтобы фермеру, фермеру, чтобы оценить зерно и продать, он отправляет трем кьюгрейдерам в разные концы света. И через институт кофе, CQI, оно все через базу идет. Ну, это если это все официально, как они там запланировали, должно работать, да, красиво, чтобы... В таком случае, да, такая схема. Но по факту на ферме или свой кьюгрейдер просто, который может оценивать, или у поставщика просто свой. Сколько в кофе может быть максимально дескрипторов, или ты встречал максимально дескрипторов? Опять же, зависит от обжарки. Потому что светлое, среднее, темное, они будут очень сильно меняться. Сказать, что это все дескрипторы, которые есть в кофе, ну, фигово. Многие просто... Дескрипторы это по факту химия. Поэтому как ты с ней работаешь, столько ты дескрипторов и видишь. Ты получаешь. Да. Можно вывести один четкий, или раскрыть там на несколько, 3-5 нечетких. Но в основном коммерция там 2-3 дескриптора самых базовых есть в шоколад-орех. Ну, к примеру, в Эфиопии уже, понятное дело, побольше было, да? Там около 5-3 четких, там еще дополнительно то, что кислотность дает, то, что тело там как-то ассоциируется с чем-то, ну и так дальше. Есть дескрипторы, которые ты слышишь только в ароматике, есть те, что только во вкусе, а есть те, что пересекаются еще. Ну, тут много нюансов на самом деле. Это относится к дескрипторам, которые не входят в колесо вкусов. Вообще, как появляются такие, как гранола, там какой-то там праздничный этот рождественский кекс, еще там какие-то там мишки Харибо. На самом деле нормально, потому что... Ну, имеют ли право вообще эти дескрипторы существовать? Имеют, если они вот прям четко, их проще найти, чем тот же орех, например, в мишке Харибо виднее, чем нац, к примеру, да? Почему нет? Или иногда дескриптор Просека у нас встречался. Ну, почему нет? Ну, если оно прям четко, его слышно, кислотность, флейвор, все это пересекается гармонично. В колесе больше, я бы сказал, такие базовые, которые, как говорили сами СКА, которые можно встретить везде. Оценка СКА, как проводится, и криграет ее оценка, это разные процедуры? СКА как такую оценку не проводит? СКА, насколько я помню, организовала институт как раз качества, который занимается этими вопросами. Готовят кьюгрейдеров, инструкторов, ну, то есть, типа, как дочернее предприятие, получается. Ну, сказать, что это оценка СКА, ну, некорректно, как по мне. То есть, баллы СКА, это вообще некорректное такое слово сочетание? Мне кажется, можно использовать просто баллы, но баллы СКА, это как-то... Не, он просто системы оценивания. Ну, системы оценивания по бланку СКА, скажем так, идет. Бланки есть разные. Для Робусты тоже есть свой бланк, и он не СКА. Отдельно, да? Он институт качества, там, Уганды идет. Ну, все равно под чьим-то знамением. Какой самый большой балл тебе приходилось капить? То есть, все встречать, держать в руках? Наверное, 93. А может быть, 100-бальный кофе существует? Не уверен. Насколько я понимаю, невозможно. Может быть, но выше 90 идут оценки или оценивание настолько сложное, что трудно описать эту кислотность или тело на 10 баллов будет. То есть, оно или где-то просаживаться, все равно будет какой-то критерий, или, ну, я не знаю. Какой минимальный балл может быть, так, чтобы это можно было поставить на стол? 30-50 где-то там. Что за такой кофе? Ну, в любом случае, если кофе нормальный, бездефектный, то у него минимальные оценки начинаются от 6. И плюс 30 баллов еще идет за баланс. Нет, не баланс, господи. Повторяемость, чистоту и сладость. То есть, это три параметра, которые просто, чтобы не выбивались, есть. То есть, 30 плюс 6 умножить на какое-то количество критериев, ну, около 50 баллов и получается. По баллам, все оценивания, получается, есть какая-то табличка, она заполняется, это все оценивание, да? Ну, типа того. Там потом это суммируется, и получается общий балл. Просто люди спрашивают, как эта процедура вообще, откуда они берутся, вот, по параметрам, по табличке. Не, ну, я могу расписать параметры, если интересно. Первый самый параметр – это ароматика. Она оценивается как на смолотой, так и на корке. В основном оцениваются дескрипторы и интенсивность ароматики. После заливки ее уже не оценить. То есть, как оценил, так и будет. Потом уже идут оценка флейвора, кислотности, послевкусия, тела, баланса. Ну, там, дефекты не будем пока брать, но они тоже влияют, скажем так. Они отнимают баллы. В зависимости от того, насколько сильный дефект, разная оценка снимается. На каких этапах, вот, поминутно, что оценивается? Ну, пропускаем сухой аромат, заливаем водой и дальше что? Оценивается как на горячую, на теплую и на холодную. Все параметры, они могут меняться очень сильно. Сказать, что это плохо, ну, не знаю даже. Условно, если сильно меняется, то тогда да. Если кофе вот прям сильно поменялся. Обычно на остывании, если это коммерция, добавляются только дефекты, четко, вот, вылазят. А так кофе остается узнаваемый на любых температурах. Как работать с колесом вкуса? Посоветую вот прям обжарщикам, у которых есть там набор для капинга, у которых есть колесо, и они пытаются разобраться в том, что на жаре. Смотреть на него можно, когда капишь. Ну, это если из базы, самого базового. То есть ты сербаешь, и если в голове нету никаких воспоминаний, то смотришь, да, по колесу хотя бы по цвету. То есть у тебя начинают появляться в голове ассоциации с цветом. Потом ты на основании цвета там смотришь. Это фрукты, это там цитрусы. Ну, и дальше углубляешься. Ну, это само базово. А так лучше всего просто память набивать. И колесо вот тут не особо уже нужно. Насколько быстро можно различить дескрипторы? Насколько вот в истории изначально сложно было это распознать? И вот сейчас, насколько быстро можно различить? Потому что каптестеры там, допустим, не сергают, сергают, один за одной. Пока не начинаешь или записывать, или запоминать, скажем так. То есть может минуты три даже выйти на воспоминания, где... Если на воспоминания, то оно обычно сразу, вот так вот. Если именно я подумал, сколько времени нужно на то, чтобы обучиться, чтобы запоминать какие-то дескрипторы. Нет, вот есть какой-то вроде как помнишь, но не уверен. Часто такое. Иногда из-за того, что кофе свежий, там, он не сильно, там, в дескрипторе чётко слышно, то обычно как раз колесо сделано... Оно у нас там... На несколько групп разбито, и к центру они как самые обобщённые, там, цитрусы, да, или фрукты. И дальше к краю уже более детально идут дескрипторы. То есть фрукты какие, там, виноград или что-то такое уже. Ты рассказывала о кофе, который там 93 балла, там, максимально, что тебе приходилось там пробовать и держать в руках, и слышать. Что во вкусе можно ощутить в этом кофе? Чего ожидать? Короче, рассказывай. 93 у нас, мы недавно заказывали образцы на антиплаз специально, вот, чтобы внести их себе в базу. Чтобы нормально оценить, записать. Ну, такое, как бы... Стоит этих денег? Оно стоит, но не факт, что всем понравится, потому что кофе очень сложный. Там очень трудно хотя бы один разжевать дескриптор какой-то. Ну, это реально трудно, потому что их и много, и они очень необычные. Очень трудно оценить всё там. Ты просто чувствуешь уже, что кофе, вот, это не перекисший там, к примеру, анаэробный кофе. Это вот нечто тяжёлое очень. Он не всем будет понятен, и из этого не всем понравится. То есть, такой кофе лучше покупать, когда реально уже... Ты готов. Готов, когда разбираешься. А так вот с полточка, там, я куплю самый дорогой кофе, поэтому я получу самый классный кофе. Ну, очень часто даже у нас бывает, клиенты говорят, там, давай, что у вас самое дорогое, сейчас мы там сразу стартанём новый. Это не значит, что это самый лучший кофе, если ты его не можешь с ним работать даже. Возможно, иногда сразу лучше там стартануть с какой-то Бразилии-Можианы, потому что человек там, если пил супермаркета кофе, и говорит, так, а ну-ка удивите, давайте, что у вас самое дорогое. Да, это и будет удивление. Вот сейчас ты как раз и удивишься. Хорошо, если спрашивают, там, самый дорогой кофе в мире, то сразу в голове возникает, там, копи-лювак. Blue Mountain. И гейша. Вот что это за кофе? Ну, стоит ли попробовать их? Есть ли смысл платить за это такие деньги? И сколько это они стоят вообще? Насколько я помню, Blue Mountain около 100 долларов. За килограмм? Да. Зелёнки или? Зелёнки. Ну, там плюс-минус, цены всё равно меняются. Копи-лювак там 150, и опять же, копи-лювак есть фермерские, есть дикие, и там тоже цена чуть ли не в два раза отмешается. Ну, не знаю. Ну, я слышал, что копи-лювак есть, как ты говоришь, там, фермерские, дикие, есть 50 по 50. Ну, 50-50, все знаю. Чуть-чуть копи-лювака, чуть-чуть просто кофе какого-то. Ну, и есть четвёртый, это... Есть жареный с Индонезии, и ещё чёрную. Ну, я так понимаю, есть ещё пятый, который просто пачка копи-лювак, а там, в принципе, кто угодно. Ну, я за это жрал. Давай про... Blue Mountain. За что любят этот кофе? За что он так дорого стоит? Почему? Что там? Ты без понятия, за что его любят. Вот за... Там история даже уже неинтересная по факту. То же самое с этим. С люваком. Ну, процесс интересный, якобы, да? Через одно место. Прикапелка-лювак? Да. Приходится. Ну, кофе на самом деле неплохой, но и нехороший. То есть 80-84 он набирает. На уровне Бразилии и Сантоса. Ну, скажем так, Сантос это... 80 это очень хороший Сантос. Ну, Бразилия и Ажиана, скажем так, 82, как правило. Где-то там возможно быть. Ну, это не Гейша, скажем так. То есть из этой тройки, в принципе, Гейша реально тот кофе, который стоит своих денег, и его можно купить. И, в принципе, даже так со старта он может человеку зайти. Ну, опять же, зайти там очень еще так, смотря, что человек от него ожидает. Наверное, так. Потому что можно взять классику Гейшу, да, мытую, там, немного обработанную. И она зайдет, скорее всего, как Эфиопия мытая будет, только интересней. Или взять анаэробную Гейшу, и там человек не поймет, что с ним. Скис, кофе. Тогда да. И этот кофе будет стоить 10 тысяч за килограмм долларов. Поэтому... Какие еще есть такие уникальные кофе, вот как Копи-Лювак, там, кого еще кормят? Там, слонов, я слышал, где-то в Вьетнаме, в Таланде. Мне кажется, Тайвань, ну, я не углублялся. На самом деле, оно настолько неинтересно. Ну, эта тема уже прошла, или все-таки еще она там на хайпе? Где-то у кого-то есть запросы, иногда бывают, да. Не все, ну, многие слышали, видели по телевизору, хотят попробовать. Это мы-то можем попробовать и поплеваться, да. Обычный человек, у него нету таких возможностей, ему интересно вот это все. Вы когда-то завозили такое? Ну, я майку только завозили. И все. Хорошо покупалось? Вообще. Вообще хорошо или вообще стояло? Бутылка, я бы сказал. Бутылка, она не в бочках, бочка. Ну, а в бочках сколько? Оборачивайся сколько, 15 килограмм. Ну, такое. Даже неинтересно, чтобы она стояла. Даже бочка особо неинтересна. Я надеюсь, там хоть есть какой-то в этой бочке Грайн Про? Да, Грайн Про хотя бы есть. Хотя бы есть, да? Ее интересно разбирать еще. Ну, и в принципе хранить потом, как... Ну, и то. А купили вак, чем приезжает? Вон, вроде бы, в мешочках. В этих... Мешочек, а внутри пакетик. В кошках. Сушеный кофе. Было болото. Разрезаешь. Какой ты пил самый дорогой кофе? Самый дорогой? Да. Я обычно цену спрашиваю, когда уже кофе понравился просто. Ну, какой тебе самый, не знаю, понравился самый дорогой? Ну, в основном это гейша, да? На антиплас, скажем, сразу. Бывали и те, которые нравились, и не на антиплас. Ну, ценник обычно вижу там. Другие производители делают тоже аналогично, может, такой же кофе. По баллам он может также быть. Но стоит дешевле. Ну, ты говорил, что там самый высокобальный кофе-то был в твоей практике 93. Это как раз и был этот кофе? Мне кажется, это не самый дорогой. Есть еще куда расти. 93 этот стоил... Ну, опять же, если считать в Украине с нашими налогами, со всеми, то около 100 они получаются. Какой вообще в мире, может, какой-то уникальный кофе, как вот там есть вино, бутылка там за десятки тысяч долларов. Есть ли такие истории с кофе, когда там килограмм кофе где-то там продался за какие-то баснословные деньги? Ну да, в прошлом году вроде в Эмираты на антиплас за 10 тысяч продали килограмм. И там лот всего 4 вроде или 5 килограмм было. Ну, у них там от тысячи до десяти тысяч еще есть варианты. Интересно, что чувствует обжарщика, когда ему вот нам пожарь, пожалуйста. И не запарить? Да, да, и не запарить. Не пережарь, не даже. Какой засыпал, да рассвет пропал. Там можно, наверное, зеленые уже заваривать. Я думаю, да, чтобы точно уже не попасть на казнь. Там проще как на молоко уничтожить. На самом деле такой кофе, да, не с первой попытки пожаришь, если не было навыка. Поэтому в идеале там находить подобный и на нем практиковаться. Ну, нам как-то в комментариях написали, что арабы где-то пьют зеленый кофе. Вот, наверное, оно оттуда и пошло, что когда приезжать, очень не страшно его жарить просто. Я не знаю, где не пьют, конечно, зеленый. Ну, там, как бы, начиналось с того, что там арабы пьют зеленый кофе. Потом, ну, как зеленый кофе? Ну, там ело, уже как бы наступил. Ну, как ело? Ну, так, как бы, так, чтобы уже молоть можно было в кофемолке. Ну, в принципе, как бы до второго краяка еще далеко. Ну, вот, ну, так, в принципе, почти зеленый. Не, ну, если говорить о вот этом дорогом кофе, то из-за обработки он, может, уже и будет в желтом уже готовым. Просто потому, что визуально там обработка его вытягивает. Это, опять же, если визуально смотреть. Но вкуснее он будет, когда он тупо черный. Как ни странно. Скажи, в каких уголках мира кофейных ты побывал, вот, по своей, там, скажем, профессии? Там, в поисках какого-то интересного кофе, ну, в принципе, по работе, скажем так. Ну, скажем так, мы ездим в поиски не с целью там найти какой-то уникальный кофе. Больше посмотреть на страну произрастания, за что, ну, почему такой, понять, почему кофе получается с нее такой, какой он есть. Что можно поменять, что можно сделать. В принципе, какие варианты могут быть для запроса, там, производства, что они могут, что они не могут, как вообще с этими людьми общаться еще. Больше с этими целями. В основном, не проблема выслать со стороны произрастания напрямую нам образцы. Это занимает меньше недели обычно. Мы, в принципе, так и работаем. Но все равно у тебя на Фейсбуке есть фотографии, то ты в Эфиопии, то там... Не, что я говорю, в основном в Эфиопии это было больше как поехать познакомиться с партнерами. Да, там, понятное дело, сразу и капишь все, что есть, как всегда, и выбираешь попутно. Потому что еще не всегда кофе, который там капишь, он не факт, что приедет. Потому что все может поменяться. Например? В процессе... Ты там покапил... К примеру, там кофе делают... Прям там чистят при тебе, жарят, и ты капишь. Ну, не факт, что это же сырье уже дойдет до производства. Может, уже оно там загнило, к примеру, или там провтыкали местные. Что-то с ним пошло не так, и все, этого лота уже не будет. Ну, я уже молчу за то, что азиаты могут выкупить сразу полстраны этого кофе. Ну, такого плана. Поэтому то, что туда полетел и выбрал, не факт, что... Ты его получишь в итоге. Да. Даже если ты оплатил. Вылили пробу магазинный кофе поценивать. А? Да, вообще, из магазина просто взять и попробовать что-то продают. Мне кажется, давно еще. Года 4 назад. Стоит на свой день, окажем? Мне кажется, все знают, что нет. Любой кофе, который стоит на полке, он через сколько теряет с даты производства? Месяц-два? А обычно по полгода стоит минимум. Да, особенно если еще и клапану нет, то такая просто дырочка в пачке. Ну, это да. Ну, то такое. Не сказал бы, что шпиртек, но просто кофе, скажем так. А спешл-тира-бустра часто приходится слышать в последнее время? Вообще, это реально нас ожидают. Откуда слышно? Ну, от разных людей, связанных. Что тут? Ну, спешл-тира-бустра как таковы и нет. Определение есть fine. Для нее другое обозначение придумали. Она есть, но не в нашей стране, не в ближайшее время явно. Мы уже пробовали пару раз, но пока месить это нестабильно очень. Не в плане продаж, а в плане производства, наверное. Робусту банально ее хорошо обработать, убрать дефекты на 80-82 набирает. Это уже хороший кофе просто становится даже. От нее больше ничего не надо. С этой целью, как минимум, копирояль Индия справляется. Она, по сути, есть и была самой первой спешл-тира-бустой. Но, опять же, там разные оценки, разные качества есть. Поэтому обычно она 80+. Просто хорошая робуста. Я, читая заграничных кофейных блогеров, нашел информацию о том, что арабике сейчас в мире плохо, потому что климат меняется, фермеры забираются все выше и выше. Поэтому там селекторы работают над робустой, чтобы ее как-то улучшить, чтобы там более вкусное что-ли получилось. И будущее именно за робустой, что арабика, ее будет все меньше и меньше, она будет становиться все дороже и дороже. И со временем мы переключимся на робусту. Ну, мне кажется, не факт, что переключимся, потому что есть вкусовые предпочтения, которые, как по мне, заложены генетически. И их никак не поменяешь. Ты будешь готов переплатить, но получить то, что ожидаешь, а не то, что тебе впаривают. Вспаривают, несмотря на то, что предложения как-то такого нет. Есть спрос, но нет предложений. По робусте мы 3 года назад проходили преподготовку по робусте. Ну, то же самое, как Q-грейдинг, там R-грейдинг он вроде называется. Тоже интересный курс, сложнее, чем арабика. И мы там пробовали робусту на 88. Прикольно, на самом деле, как натуралка хорошая. Но я опять же говорю, что производство ее нестабильно. Получить то, что ты пробовал, не всегда реально. Особенно в больших объемах. Ну, да. Ну, и цену за робусту не готовы у нас платить там 10 хотя бы. И 5, тем более, там, и 15. Просто правильно преподнести, закупили вак. Нет, тут как ни преподнеси. Ну, оскорбить кому-то, не знаю. Там что не сделай. Возможно ли такое, что кофе оценили так, при одной обжарке, а потом обжарщик обжарил так, что там супер какой-то кофе получился и оценка выше станет? Ну, чисто теоретически, да. Ну... На практике наоборот. Ну, на практике не замечали особо вот. Обычно оценка финальная ниже, чем зеленого. Ну, просто как минимум, потому что, если это обжарка под эспрессо, то она обычно темнее, и она немного тянет вниз все показатели. Ну, как бы это нормально просто. Если фильтр, то не сказать, что она там тянет вниз показатели, но они не становятся лучше. Ну, если это, допустим, один ростер был, вообще какой профиль используется, если какой-то базовый или под каждый кофе подбирается для рейтинга? В основном это базовые какие-то профиля, чтобы кофе можно было оценить в одинаковых условиях. Ну, мы приблизительно для себя понимаем, ну, какие моменты, на них не обращать внимания, потому что там обжарочные в основном. И когда свежий кофе, это просто еще зелень в нем. Мы просто их не берем во внимание. Ну, или потом еще пережариваем, чтобы понять, насколько реально можно еще вытянуть из кофе. Потому что самим интересно. Как ты относишься к анаэробным ферментациям? И вообще-то, что за этим будущее, или это так временный хайп? В любом случае они всегда были. Во всех продуктах они были. Сейчас их больше стали применять кофе. В любом случае они вытягивают качество на другой уровень. Ну, если не перестараться. Возможно, или будущее, я не уверен, потому что трудно обеспечить объем на самом деле. Поэтому, ну, в общем, мне они нравятся. Больше, чем там классические. Например, утром мне интереснее там попить какой-то ядреный кофе, чем мытый. Это для меня. Пост-ферментация? Это не. Это не. Это что-то как-то не. Ты пил какой-то хороший вариант по ферментации? Нет. Нюхал. 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 Просто нюхал, но я даже не могу пить их. Как-то оценивать там. Это нас закрываешь и слышишь коммерция во вкусе обычно. Как определить, что кофе ароматизирован? Или не кофе, а продукт? Закрыть нос просто. Вчера купил боржоми со вкусом клубники, закрыл нос, обычная боржоми. Понятно. То же самое с ферментациями. Ну, то есть оно не дает импульсы, которые формируют флевер. Валентин, расскажи, давай так разъясним сейчас вопрос, касательно спешлти кофе. Какое кофе может называться спешлти? Это от оценки зависит. Есть мнение, что спешлти – это кофе, который выше 80 баллов. Есть мнение, нет, спешлти – это который выше 86 баллов. Это связано с баллами? Или есть другие какие-то параметры, по которым кофе может называться спешлти? Есть другие параметры. Скажи. Во-первых, это дефекты. Какие? Без первичных, и там еще допускается какое-то количество вторичных. Какие первичные? Спешлти. Какие первичные? Вообще никакие не должно быть. Нет, какие бывают, чтобы… Первичные, черные, полностью черное зерно, полностью скиши, сильно поеденные. Господи, кто там еще? Грибок, насколько я помню. Там их 7 видов. Я не буду их перечислять, потому что для этого есть книжка с дефектами. То есть это точно не спешлти уже, но еще не факт, что спешлти. Но везде есть нюансы. Да. Во-первых, в первую категорию еще не попадают камешки и народные предметы, но кофе натуральный продукт, и все может быть все-таки. Любая человеческая ошибка к этому может привести. Но, опять же, если рассматривать это как конечный продукт, то обжарщик может на дестойнере это все убрать и убрать те же квакеры. И вытянуть, соответственно, и бал, кофе. Но есть еще такой момент, как прослеживаемость. К примеру, в Сантосе ее не будет. Ну, можно она на картотыквой пальцем. А в Маджане, например? Маджане это условно большой регион и все. Это чуть конкретней. Чуть-чуть, но это такое. Скользко все. В Эфиопии 2-го грейда тоже ж нету никакой трассибилити. Я не знаю, насколько глубоко оно должно быть все, но все-таки, чем больше ты про кофе знаешь, чем больше ты про него можешь рассказать, тем больше создает она ценность. Ну, нету конкретных каких-то требований или показателей для спешлти. Вот есть конкретно дефекты, баллы 80+, как ни странно, да? Несмотря на то, что Сантос иногда все-таки так бывает, набирает. Но там тоже есть нюансы. В Сантосе обычно еще дефекты, которые попадаются энное количество раз на энное количество чашек, которые как раз там забирают эти баллы. Ну, что по квакерам? Сколько у вас спешлоте кофе может быть квакером? Опять же, по стандартам, стандарты идут на мытый кофе только. Они не распространятся на натуральный, а тем более на аэробный, который будет полностью скисший визуально. Сто процентов скисший кофе. В натуралках будет куча квакеров, и это будет нормально, они не будут особо влиять даже там. Возможно, это просто сферментированное зерно, и визуально оно так выглядит. С ним ты ничего не сделаешь. В мытом, да. В мытом их вроде бы 3 допускаются на 100 грамм. То есть по факту, если брать оценку так называемая Sky, так называемая Q, можно считать, что это Q, это без traceability, без прослеживаемости, допустим, потенциально. Что? Какую оценку вы запретили? Ну, он не считается Sky, потому что он не прослеживается. Оценка и прослеживаемость не связаны. Прослеживаемость это одно. Нет, если оценка Sky, допустим, и оценка Q, есть такие. Оценка Sky и оценка Q, опять же, бланк Sky есть, по которому оценивается, а Q это тот, кто оценивается. Specialty кофе или Specialty. Вот оценка 85, но не Specialty, может быть, такой, да? Да, просто потому, что про него ничего невозможно узнать. Ну, сказать, что это плохой кофе, нет, ну, это хороший премиум кофе, я бы сказал. Это вы, а сейчас о чем? Это просто высокая оценка, но он может быть не Specialty при этом. Ага. Ну, обычно, чем выше оценка, тем там и прослеживаемость обычно есть. редко такое, что коммерческий кофе, который без стрессабилити, но это никому не интересно. С какого балла, с какого балла можно уже, не глядя, сказать, что это точно Specialty? Ни с какого. Если нет, но слеживаемости, это уже не Specialty, понял? Ну, чешу бы эту мысль. Ну, если нет, если ты не знаешь, что это фермер, там, Дональд, рука собрал это зерно и представляет его с такой-то фермы, с какой-то высоты, если этого нет, хоть там 90 баллов, это не Specialty. Да, но тогда вопрос, а кто, кто запарился, чтобы этому кофе, его прокапить, 90 баллов присвоить, если у него нет, там, какого-то фермера? Может, никто типа не парится, я же так понимаю, подожди, оценку не обязательно Q должен давать, даже обжарщик, в принципе, может взять просто Клускай и дать оценку. Ну, обжарщик может, ну, обжарщик нет калиброван. Ага, все, понял, важный момент. Да. Это как, я знаю, ты пришел с доверенностью, не от нотариуса, а говорит, так мне выписал там человек, он, в принципе, законы почитал, он там рассказал. Какой человек? Да сосед он, да, он нормально разбирается. Чего ты? Да его может доверять. Фактически, ну, кроме оценки, кофе должен быть прослеживаемость, да, то есть, и все, иначе это не стоит. Ну, как по мне, хотя бы ферма, станция, хоть что-то должно быть. и глобально вся эта информация есть, но ее многие в Европе не запрашивают даже. Мы сейчас начали пробивать, даже по нашим премиум позициям, все-таки, кто производитель, где, откуда оно бралось, потому что не может кофе взяться и обработаться на ц... как, я не знаю, станция на всю страну не стоит, она где-то находится, кофе где-то собирался, с откуда-то, с какой-то региона, с какой-то, у кого-то там на площади чьей-то. Все есть по факту, просто никогда не было желания, как я понимаю, это все узнавать. В Европе обычно просто нету таких запросов на самом деле. Ну как, узнал, проследил, все, спешлити, плюс 2 доллара к стоимости. У них там на самом деле все немного по-другому, у них же там и налог на обжарку есть. И они больше привязаны больше к вкусовым и на стабильность. Это единственные, наверное, основные параметры. Не у всех, но я как таких масс беру маркет, ну не масс-маркет. Расскажи про сейчас, про Cup of Excellence. Я там не был. Ты не был, но я уверен, что слышал. Ну да, я слышал. Кто имеет право, что это за акцион? Там судить имеют право все, ну, любой кюгрейдер, я правда не знаю, как они сами дают, высылают запросы или ты можешь выслать, если тебе интересно. Но насколько я понимаю, кто оценивает, тот и покупает. Тот кофе. Сколько стоит его оценить? Сколько стоит оценить? Да. Я, честно говоря, не знаю. Ну, сказать, что там мега какой-то кофе не всегда. у них немного другой бланк. И оценки там от 85, насколько я помню, даже идут там или 86, в первых там в топе считаются. Но это же не то. Сколько человек нужно, чтобы поставить оценку, чтобы присылать оценку? Чем больше, на самом деле, чем больше, тем лучше, потому что выводится среднее, основываясь на разных опытах просто. есть одно зерно, вам присылали сахар, да? Тут один человек прокопил, и он может поставить оценку потенциально, да? Да. Ну, на самом деле, оценка может меняться даже на разной воде, даже на одной, той же воде, давайте так, в разные дни, заваренная. Просто на отлёжке зерно может меняться. Но нам мы как оценим уже, это немного не в тему, наверное, да? Но мы оценим именно потенциал зерна, а не именно его как финальный на сейчас результат. Как-то так. Ну, кап-тестер или, в принципе, кью-грейд должен абстрагироваться от разных моментов, которые влияют на вкус, то есть там свежесть на данный момент. обжарки, там, сбора. Ну, обычно трудно абстрагировать, когда оно пережаренное или сильно недожаренное. Тут ты, конечно, ничего не можешь сделать просто. У тебя кофе в любом случае заниженный получится, но ты не слышишь его потенциал, потому что все рецепторы тупо забиты. Или связаны как от хурмы, или забиты маслом. Два варианта. Кстати, хорошая отмазка, когда тебе говорят, что кофе не понравился, ты абстрагируйся. Какой кофе ты пьешь? Инноваций для обжарщика. Нет. Ты ему скажи, он скажет, а какой помол у вас, какую воду вы используете? Там понеслось, зачем я спросил? Да не, мне уже нравится все. Ну да. Какой кофе ты пьешь, как ты завариваешь, сколько ты чашек в день пьешь? Ну, мы в термосе завариваем, глобально не привязываемся. Что это будет? У нас иногда кофе, который заканчивается, мы с образцов берем его и жарим. в основном это спеш, который там, можно фильтр. Подходит больше фильтр просто. В основном, чаще всего Эфиопии, Африки, ну, как ни крути. Чтобы хоть как-то там, даже если мы не можем профиль прорисовать на него, там, не то, что говорит, парообжарку, так вообще, на кофемашине, то хоть как-то, чтобы зерно вытягивал. Сколько ты кофе пьешь в день? По-разному. Могу не пить, потому что не буду успевать и за капингами, иногда и с капингами ногами еще пью, там, в промежутке запиваю. Могу и литр выпить и больше. Тебе, так выбивали передозы? Трудно сказать. Я не знаю, как их оценить. У нас было как-то раз, когда мы капили робусту в эспрессо-машине, тогда, да, долбила все выходные. Это, думаю, был передоз. Робуста, да, там, кофеина. А, кстати, вот, всегда интересовало, робуста-робусти-рознь. Есть робусты, там, с большим содержанием кофеина и с меньшим, там? Честно говоря, не знаю. Потому что, я недавно услышал, для меня было открытие, что, например, индийская робуста меньше кофеина, чем, например, там, Уганда или Вьетнам. Я сомневаюсь, что там какая-то заметная разница будет, потому что уровень зерна плюс-минус одинаковый, как ни крути. И его состав тоже будет плюс-минус одинаковый. Не будет такой заметной разницы, как сарабика, в любом случае. Уровень качества зерна на протяжении нескольких лет, он изменился? И насколько обработки выросли, допустим, натуральные кофе? Если скачки какие-то, ферментации, то есть улучшение качества есть? Ну, опять же, смотря, какой кофе брать. Часто, если бы брать, к примеру, одну плантацию или одного фермера, то у него из года в год в любом случае может из-за погодных условий меняться сырье. Ну, финальное уже. И там не обработка, ничего не поможет. Это просто плохой кофе может быть. в целом технологии обработки? По технологии как таковой нет, потому что в каждой стране она все равно плюс-минус везде одинаковая, но там опять же из-за погодных условий разное время там будет или разные предпочтения. К примеру, почему Кения не делает натуральный кофе? потому что они не умеют его делать. У них просто руки заточены вот на одно. Их как не просишь, они не знают, что ты от них хочешь. Ну, и у них все на потоке, к примеру, поставлено, и они не могут там выбиваться из него, потому что им надо сделать объем вот этого. про обработку именно ферментации. Про ферментации это все вот настолько наверное из разряда хочется попробовать, потому что ну как, на потоке это не сделаешь, в запаре это не сделаешь, потому что это надо заранее планировать, какое сырье ты, во-первых, возьмешь, ну и как ты это будешь, как ты планируешь эту ферментацию делать. Вот там куча своих нюансов, которые не как не идут на потоке просто. Ну как детство в целом улучшение качества вкуса за последние годы? Я же говорю, тут все от кофе зависит, потому что если соотносить цену и качество, то все меняется постоянно. К примеру, у нас в этом году мы до этого брали фиопиотепи мытую второй грейд, она раньше стоила 5, что-то 5 с чем-то, до 6. В этом году тоже качество уже выше 6. Чем это связано? Может быть, спрос появился? кофейной индустрии в этом году ожидать? Было ли там удачно собранный урожай, где-то какие-то погодные условия, может, катаклизмы, войны? Ожидать ли удорожания всего кофейного сегмента? Я думаю, удорожание в любом случае ожидать, потому что оно уже как минимум началось. Колумбия уже выросла, Кения выросли. Чем это связано? Я думаю, спрос больше. Ну, Колумбия, Кения больше как спрос. У них еще последние годы, насколько понимаю, меньше урожай собирают. Ну, запросы все равно есть на этот кофе. А почему меньше урожай? Погода. Больше зеленых зерен, больше травмированных и тому подобное. И, соответственно, спелых ягод становится меньше. В прошлом году тоже, в принципе, такое было, но оно с каждым годом все больше и больше. А Никарагуа, вот именно закрытие этого рынка на какое-то время для нас как-то на несколько лет. Да, повлияло это на цену Колумбии и Гондурасу и другой Центральной Америки? Нет. Ну, по сути, это же только для нашей страны закрыли. Цены на Колумбию, Гондурасу такие, как во всем мире, по факту. Я, насколько помню, в Бразилии еще в этом году меньшие объемы и цены должны расти. вырасти, да? Да. А там что? Тоже и меньший объем, да, климат. Ну, я не знаю, за все регионы, потому что, опять же, статистика средняя берется. Может быть, какой-то регион больше, да. Вьетнам потирает ручки, так, заваливаем весь. Вьетнаме там свои в этом году были нюансы, у них контейнера они не могли найти для отправок. У них столько кофе было. Кофе был, контейнеров не было. Канал уже суетский этот перекрывался, это тоже на многое повлияло. Было ли такое, что пираты захватывали и задерживались из этого? Ну, у нас нет. А вообще, да, они сначала захватили такие, там, все, корабль наш товар вскрыли, такие, блин, так, ребята, плывем дальше. Ну, мы знаем, что пираты захватывали, и кофе не было больше. Были такие моменты, но я говорю, не у нас. Еще по поводу лотов. Насколько у нас уникальные лоты в страну попадают и какая есть страна, которая там все их выкупает, например? За Азиатой можно успеть что-то хорошего купить? Сейчас я хочу понять, по какой стране. Самые уникальные кофе покупают и доезжают ли до нас что-то такое топовое? У нас в основном самое топовое доезжают что самое интересное. Многие лоты пересекаются с европейскими топовыми обжарщиками. Очень много лотов, как ни странно. Почему это говорит? По многому. Количество обжарок огромное просто. Количество обжарок огромное. Уникальность, которую дают лоты, тоже присутствует, но люди не могут этим воспользоваться. наши обжарщики, к сожалению. В смысле? Привозя лот, который в Европе продают от Барна, да, к примеру, сколько пачка у них, 20 евро, у нас продается пачка 16. Такого же точно кофе, этого же лота. Возможно, лучше пожарен. Да, лучше пожарен. В любом случае лучше пожарен. Мы даже пробовали у себя барновский и любого обжарщика. Просто минимум за счет свежести. Это небо и земля просто. И зачем-то еще привозят тот же барн, этот же лот, еще дороже. Ну, как копили вак. Копили вак обычно конечный потребитель привозит для себя с какой-то целью память о поездке. А барн это такое же. Не то, что я говорю, что в бар неплохой кофе. Просто они нацелены на свой рынок. Они жарят под своего потребителя. И подбирают под него. Соответственно. То есть за наш кофе не стыдно и за наш уровень зеленого зерна тоже? За наш нет. Ну, то есть в мире если брать страну, то у нас высокий уровень для даже 90-х топовых. Ну, есть еще Россия, которая, наверное, еще топовый, но за счет того, что они могут выкупить большой объем, им часто дают как приоритет. Ну, это такое. Лоты плюс-минус могут быть даже похожи, но с разным названием. Банально даже. Украинцы чувствуют какую-то дискриминацию, когда ты ездишь закупать зерно и по сравнению с азиатами, которые выкупают сразу по полстраны. Ну, в том плане, нет ли такого ощущения, что так, мальчик, сейчас мы с азиатами разберемся, потом что останется, ты себе заберешь? нету. Потому что мы все равно не выбираем то, что плохое, скажем так. Мы все равно выбираем, основываясь на наших критериях. Поэтому, если кофе соответствует им, то и он хороший, интересный, и там в цену вписывается, поэтому он должен быть. Нет, в том плане, что уже выбираешь из того, что осталось после. Не, обычно всегда есть альтернатива просто. И опять же, очень часто у Азии той же есть свои приоритеты по дескрипторам. Да. У каждого континента, как ни крути, свои там любимчики есть. Ну да. То есть, уровень кофе в Украине смысла зарубежно просто нет. У нас все есть и разнообразное, и высокое уровень. Причем, ассортимент лучше, чем в Европе. А скажи, часто, ну не часто, а в принципе в ваших поездках в кофейные эстрады я на фотографиях вижу там знакомых обжарщиков. Как это происходит? Как они туда попадают? Как они туда попадают, да. Ну, последнюю поездку не берем, это была экспресс там поездка. До этого мы в рассылке в соцсетях писали о том, что собираем группу и кто откликивался мы... Сколько стоит поехать там, припустим, в Руанду там я видел в Руанду мы не ездили, но до 2000, насколько я помню. Обычно около 1000 перелетов. не Руанду в Руанду, а в Руанду я перепутал. Около двух. Что Кения, что Эфиопия, что Бразилия, плюс-минус. Эти цели преследуют обжарщики просто вот экскурсия классная или все-таки они что-то могут для себя выбрать и забронировать? В зависимости от того, когда ехать. Если это поездка, когда только цветение, к примеру, идет, то это познакомиться с природой или для контента или еще для каких-то целей. Просто отдохнуть даже. Если ехать уже когда каппинги или когда обработки, тогда есть смысл и выбрать что-то. нифига ты выберешь там кофе, потому что его очень трудно оценить, потому что очень свежий кофе. Трудно это на самом деле. Насколько это вообще опасно ездить в такие страны? Бывали ли какие-то случаи, когда ты думаешь, блин, в следующий раз надо трижды подумать перед тем, как туда ехать? Тут такое вроде бы и страшно и вроде бы хочется рискнуть, потому что или украдут что-то, или то, что мы слышали от нашего поставщика одного в Уганде его там посадили в тюрьму, потому что он там то ли посмотрел неправильно, то ли еще что-то было, но все равно интересно испытать новые эмоции собина в этих диких странах. Оно вроде бы и страшно, но когда ты попадаешь в эту природу, то такое. какие-то были интересные моменты там связаны с дикими животными, с какими-то боригенами? Как такового чего-то жесткого не было. К примеру, наша поездка в Кению, мы кроме знакомства с партнерами, чем мы именно как компания ездим в страны произрастания, чтобы познакомиться с партнерами, ближе понять, как они работают, что они могут, что не могут, какие у нас появляются новые варианты для предложений и дополнительно это можно совмещать с отдыхом. В плане Кении мы попали на сафари. Это было, конечно, приятно, скажем так. Туда стоит съездить, можно еще раз, даже не обязательно поездка кофейная должна быть, но в эти страны надо все-таки попасть. Единственное нюанс в этих поездках это всегда количество людей, которые могут принимающая сторона обработать. Во-первых, это машину надо несколько или одну-две машины в основном или бусик нанимают и в принципе поселить в гостинице это уже проблематично, там больше десяти или сколько человек уже. Что по лабораторному оборудованию, которое нужно иметь компанию-поставщику зеленого зерна для того, чтобы оценить качество зеленого зерна? Влагомер, активность воды в идеале и этого в принципе хватает. То есть можно к вам даже приехать и здесь все это проверить? Да, а что нет? Просто что это время занимает. К примеру, активность воды минимум 5 минут меряется один образец. Я думаю, если я уже сюда доехал, то уже 5 минут можно водить. Да. Не, к примеру, не будет за день много лотов замерено все равно. просто понимаем, сколько этот кофе может храниться. К примеру, кофе с высокой активностью это в основном коммерческие позиции. Их быстро осушат, отправляют на экспорт и у них из-за этого и выше активность воды. Но с высокой активностью кофе не хранится долго. То есть год и он уже может уйти в старость. это про влажность самого кофе? Не совсем. Влажность это другой момент. Есть связанная вода, есть не связанная. Есть свободная вода, которая между образно-авриклетками и та, что внутри клетки. Ну, это да, все хорошо, но вот как по-простому. По поводу фасовки кофе есть ли смысл, допустим, вы купили какой-то лот, какая-то урожайность супер удачная была, показал вот этот water activity meter, что кофе будет храниться хорошо и можно ли вакуумную фасовку такого кофе делать. Допустим, дорогой лот хочется сохранить вот как вино в течение нескольких лет например, хранить. В принципе, спешлти есть диапазон данных, куда кофе должен попадать ниже, ни выше. Выше есть шанс как раз развития бактерий, ниже его старения почему-то как-то связано. И спешлти в основном в диапазоне более к низкому, чтобы активность воды была низкая, для того, чтобы зерно не меняло вкусовые и дольше хранилось. И обычно даже влажность тоже она на низком пороге там не если стандарт это сколько 9-12 то в идеале ближе к 9-ти чтобы она была потому что зерно лучше хранится продолжительное время. Есть ли смысл фасовать, перефасовывать, потому что допустим вакуум там сложно? Перефасовывать ну это опять же это просто по заказу условно в вакууме просто замедляются все процессы но если они и так низкие то достаточно играть про просто чтобы защитить зерно вакуум это для себя чисто просто кто-то из обжарщиков хочет иметь этот лот именно того года того урожая проще тогда замораживать его к примеру зеленое зерно тогда лучше и дольше можно хранить еще кофе Max Green как компания партнер поставщик зеленого зерна приоритеты сотрудничества почему это самый лучший поставщик ну конечно приятно что вы говорите самый лучший но нет я не говорю я спрашиваю я не говорю что там самый лучший я спрашиваю на вот с этого листочка лучше это такой себе параметр на самом деле с какой бы компанией ты бы посоветовала сотрудничать обжарщиком ну конечно же с нашей почему я просто за тебя ответил и спросил почему просто потому что ну как минимум я себя очень часто ставлю на место клиентов да там есть куча нюансов там проблем каких-то что-то не так в работе в сервисе ну опять же это все решается и со всеми такое бывает но в плане надежности и ну в плане надежности что вы получите именно то зерно которое заказывали что мы можем это обеспечить это да ну нету такого что мы в прайсе у себя напишем 90 баллов Santos ну и при этом возьмем Santos с плесенью да к примеру и будем его продавать а вы скажете что нет а мы будем вам доказывать что так и должно быть получишь из грейдера потом будешь рассказывать да да нет кофе должен все равно соответствовать своим показателям и соответственно у него цена должна быть такая мы нам самим неприятно просто когда кофе к примеру очень слабый или старый или никакой и стоит там дорого очень часто мы обратил внимание вы честно пишите в дескрипторах вот не стесняйтесь написать там если кофе реально уже старый написать там привкус там древесины либо бумаги ну да и вот это очень еще хотела спросить по поводу ну просто много хейта по этому поводу и насмешек кофе с пола для кого он кто покупает зачем вы пишете просто ну реально в кофейной тусовке когда этот все типа ну ржутся этого непонятно как к этому относиться то ли с уважением типа ну как бы ну реально как бы написали они продали вам там что это за позиция ну на самом деле это в основном кофе который просто рассыпается во время фасовки упал мимо мешка все его сыпали в одну он просто перемешивается обычно на полу и его уже сыпают в один мешочек отдельно мы его не не высыпаем обратно в мешок но мы всегда слышим там у наших клиентов есть какие-то проблемы не обязательно там с кофем связанные с той же выгрузкой товара к примеру водитель он по факту просто водитель должен быть но часто стоит вопрос как выгрузить палету из машины или закинуть ее куда-то аналогичных вопросов и проблем куча ну мы стараемся как-то им решать ну да это не всегда сразу не всегда это как рентабельно получается насколько можем стараемся помочь в дальнейшем там все равно учитываем их глобально это сервис Валентин спасибо за интересную беседу на самом деле много чего прояснил много чего узнал я думаю что зрителям тоже будет интересно потому что хотелось бы посоветовать конечному потребителю не просто рассматривать готовый продукт а еще не забывать что этот готовый продукт получается зеленого зелена и копать чуть глубже и интересоваться а из чего был обжарен тот кофе смотрите будни обжарщика подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и помните что кофе бывает разный